Приветствую вас! Вы знаете, в первую очередь мне бы хотелось сказать, отметить, что психологи не дают советов, в принципе. То есть, психологи работают, они анализируют поступающую информацию и дают рекомендации. Мы можем корректировать ваше поведение, мы можем поменять ваше отношение к себе. Мы можем помочь вам разрешить свои собственные конфликты, которые у вас имеют место быть. Вот, всё это мы можем сделать, но не советуем, понимаете? Вот, поэтому, что касается советов, то здесь, к сожалению, не к нам, не к психологу, да? А, второе... Второе, это то, что вы пишете по поводу... Того, что вам, как вы говорите, в телевизоре психологи... Прекомендовали на костре сжигать, значит, ну, какие-то письма, да, какие-то, ну, напоминания какие-то. Вот, о... О... Человеке. Вот. А я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но... Техология, она, вообще, как бы, как правило, далека от этих моментов, что что-то сжигать нужно. Вот. Психология, она, как правило, далека от того, что... А... От каких-то риту... ритуальных... ритуальных действий. Вот. А... Ну, просто потому, что... Психология, это наука. Вот. Поэтому, я не знаю, каких... каких вы... Смотрели психологов, да, по телевизору. И зачем вы вообще смотрели, психолог, психолог, по телевизору? Потому что по телевизору это... Совсем... Не то же самое, что личная консультация. Вот. То есть тут, конечно, встает вопрос за то, насколько вы устойчивы в своем понимании мира. Насколько вы обладаете, скажем так, устойчивостью своего восприятия. Насколько у вас есть своем... свое мнение. Вот. Если оно у вас... свое мнение. Это второй момент. А... Третий момент. А... Третий момент я... я бы хотел охарактеризовать как... А... Вообще... Уже более серьезные... Гу... Э... Проблема. Вы пишите. Лет восемь-девять. А... Мне нравился мальчик. Я бы сказала, что любила его. Но он меня нет. Постоянно оскорблял меня, что я толстый, некрасивый. Несмотря на это, я его любила. Любила четыре года, всегда о нем вспоминала. Вот. Эм... С чем это связано? Именно такая детская любовь, основанная на... Привязанности, на... на том, что... Эм... На болезненной, эм... Вероятно, зависимости. Да? Какой-то. Вот. И так далее. То есть это... Это нужно выяснить... Выяснить. Вот вы говорите, что он... Эм... Вас... Эм... Как-то... Эм... Оскорблял, да? Что-что вы толстая, там, и так-то, и так-то, и так-то, и так-далее. Но вы... Как вы к этому относились? Как вы это воспринимали? Воспринимали? Это... Это важно. Это важно. Если вы любите человека, ну, то есть вспоминаете о нем, несмотря на то, что он вас оскорбляет, то есть откровенно не... ну, откровенно не хочет идти с вами на контакт, допустим. Вот. То это говорит только о том, что вы в этой любви, в этой любви вы нуждаетесь сами. И здесь у меня еще один вопрос. А если вы в любви нуждаетесь... эээ... и вы нуждаетесь в любви вот... такой, когда... человек... по сути дел... эээ... вас оскорбляет и принижает, то как дела стоят у вас в семье? эээ... любите ли вы своих родителей? Любят ли родители вас? Хорошо ли они к вам относятся? Родители я имею... я имею ввиду. И судя по... тому, что вы пишете, у вас проблемы с родителями. Детско-родительские отношения. Эээ... так. Когда он меня оскорблял, я начинала задумываться о том убийстве, начинала резать вены, думала, что так будет легче. Юлия, а легче в чем? В чем легче? Откуда мысли о суициде? Эээ... с чем они связаны? Мысли о суициде? Как они возникали? Ведь суицид это, по сути, потеря лично... личностного смысла. То есть, это означает, что вы не видели для себя никакого смысла эээ... жизни, эээ... когда мальчик вас оскорблял. Плюс, появлялась агрессия. Аутоагрессия. То есть, агрессия направленная на себя. Да? У всего этого есть причины. У всего этого есть основания. У всего этого есть свои условия. То есть, вы, вы через такой способ поведения, эээ... решаете свою проблему. Меня интересует только, по какой причине вы приняли решение действовать именно так. То есть, если вы задумывались о самоубийстве, то это означает, что ради чего-то другого жить вы не хотели. Ради чего-то другого жить вам было не интересно. Вот. Ахххххм. И это тоже очень важный момент. Насколько у вас раскрыта ценность самой себя. Мне почему-то кажется, что это, с этим у вас тоже есть проблема. А? Вот. Дальше идём. Так. Спустя некоторое время я начала выплёскивать злость на себя, но вы уже это делали. То есть, если меня ругали родители, я закрывал в комнате, делал несколько надрезов на руке, после чего успокаивал. Вот это, опять же, аутоагрессия. По сути, делал наказание. Да? Наказание. Вы себя наказывали. Грубо говоря. Вопрос только включается в том, почему. То есть, как вам пришла эта идея. Идея, что себя нужно наказывать. Вот. Это тоже нужно выяснять. Дальше. То есть, это всё, это всё проявление, это всё проявление проблем. А, дальше, после, а потом это как-то забылось. Мне помогла подруга. А, значит, не очень понятно, как вам помогла подруга. Вот. Но у меня осталась проблема. Комплексы по внешнему, что я была сильно забита, почти не с кем не разговаривал. Так. Комплексы по внешнему, по внешнему. Это представление о себе. Которые, как правило, упираются исключительно в моду. Исключительно в субъективе. То есть, женщина должна быть как топ модель. Да. Женщина должна выглядеть исключительно как весы. Да. И не более того. Вот. У меня вопрос к вам. К вам. Опять же. Откуда и как вы пришли к этому выводу, что должны вы выглядеть именно так? Откуда и как вы пришли к этому выводу, что вам нужно выглядеть так? Все люди разные. И комплексы у всех людей разные. И кто-то склонен к полноте, кто-то склонен, наоборот, к худобел, у кого-то метаболизм разный, у кого-то что-то еще. Вот. Ну, не может человек выглядеть. Не могут все люди, точнее, выглядеть одинаково. Вот. Здесь нужно выяснять, откуда вы пришли к тому, что у вас не такая внешность и так далее. Да, вас обзывал мальчик. Вас обзывал мальчик. Согласен. Мальчик вас обзывал, и это безусловно неприятно. Но, но, помимо того, что вас обзывал мальчик, есть же еще и родители. Вроде как. Эти родители вроде как могли вам, ну, говорить, какая вы прекрасная, какая вы замечательная и так далее, и так далее, и так далее. Но они, судя по всему, этого не делали. И у меня вопрос к вам, опять, какие у вас отношения с родителями. Потому что именно, именно в них, именно с ними, связано то, что вы переживаете, что вы испытываете сейчас. И так далее. Дальше идем. Так. Значит. Ему было семнадцать, мне четырнадцать, пятнадцать лет. То есть, вы точно не знаете, сколько вам лет. Я ему нравился, он ухаживал за мной, я начинал расшираться, подключил, я доверился в моего соблана, повстречал в месяц, и за несколько дней до шестнадцатилетия у нас был первый половой акт. Через десять месяцев я забеременела, но отношения у нас были нехорошие. У нас все с другом, у которого под руки на каждом вешивается, я очень сильно ревновала, ругалась, ругалась сильно. Ругались сильно. А вот ревность ваша, она... Что я себя представляю? Именно ваша ревность. То есть, как вы свою ревность воспринимали? Считаете ли вы, что в данном случае ревность была по факту патологической? То есть, она была необоснованной. Ибо, ну, общается мужчина, да, там, с другом. На которого все девушки вешаются. Ну и что? Не на него же, не на вашего мужчину вешаются. Дальше. 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 Значит так. То есть, вот не очень понятно. Как вы сейчас с этим мужчиной, с этим мужчиной взаимодействует? Вообще-то он отвез и он, ну, имеет право видеться с ребенком, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а у меня вообще возникло такое ощущение, что вы как-то вычеркнули его полностью из своей жизни. Вот. Что несколько странно. Самое странное. Ну, как я уже сказал, да, то, что человек все-таки, эм... Отец, эм... 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 Ну... Например, тот, что отец имеет, эм... право. Вот. Видеть ребенка. Вот. Так что, здесь опять же непонятно. Вот. Вот. Дальше. Так. Эм... Думала, когда она чувствуется, забудется. Юля, а почему вы хотели, эм... хотели так сильно родить? Вот еще. Какой у меня вопрос к вам. Эм... Почему вы хотели так сильно родить? То есть, зачем вам ребенок? Опять же, да, вот, у вас нет смысла, не было смысла. Эм... Как бы... То есть, вам, чисто не 18 лет, да? То есть, вам, ну, недавно, наверное, исполнилось 18 лет. Вот. И вы уже, вы, вы хотели родить. Когда вам не было 18. Это означает, что у вас, эм... не было других целей. У вас не было других, эм... устремлений, у вас не было интересов. Да? Вероятно. И подумайте об этом. Подум... подумайте. Вот. Просто подумайте об этом. По какой причине все так происходит? По какой причине все вот именно так... Случил? Откуда желание стать мамой? Понимаете? Для чего это? Что вы хотели почувствовать? Что вам нужно было? Понимаете? Чего вы ожидали? Вот. Понимаете? Вот это важный момент... важный момент. Очень важный. Дальше идем. Так. А-а-а. Значит, жизнь будет другая работа, мой ребенок. То есть, ребенок должен был решить ваши проблемы. А-а-а. Я не знаю. Может быть... Придать... А-а-а. Новый смысл. А-а-а. Ну... Тому, что вы делаете. Тому, что вы делаете. Я не знаю. Может быть... А-а-а. Дать вам... Новый стимул. Новый, ну... Новый стимул. К жизни. И так далее. Знаете? То есть, на ребенка уже... А-а-а. Здесь... А-а-а. Возлагались надежды. Вот. Определенно, наоборот, надежды. На ребенка возлагались. То есть, от ребенка уже были ожидания. Какие-то. Вот. И... Когда ребенок родился... Не успел он родиться, а на него уже рассчитывали. И, конечно, вы не думали о том, что... А-а-а... Он может не удовлетворить вас. Не удовлетворить ваше желание. Вы не думали о том, что ребенок может... А-а-а... Не дать вам... А-а-а... Того, что вы хотите. Вот. Об этом вы, скорее всего, не думали. Потому что, опять же... Опять же... Опять же... За счет ребенка... Вы хотели... Решить свои проблемы. Дальше. Так. Очень много раз смотрела видео, где Рошарь плакала в сердце. Как будто это я уже родила. А-а-а... В чем именно в сердце? Но когда я сама Рошалой, эмоций не было. Вообще ощущения были, как будто у него ребенок, когда ему было чуть больше месяца. Относительно жила к нему, как брат. Правильно, потому что вы не готовы были к родению ребенка. Опять же... Только... Только что... Кормила грудью, и все. Сейчас ему полтора, но... Я начала... Выплескивать лот на сцене, когда у меня сто раз с родителями... Или меня дотрагивают в не лучшую сторону, что... Сейчас лот идет на ребенка. Когда он сделает в этот момент что-то не так, или у него начинается истерика. Падает на пол носиком... Носиком... Утыкается в пол, я шлепаю его три-четыре раза. Знаю, что ему больно, но контролировать лот не могу, как будто я отличаюсь в этот момент. Ну, ээ... По факту... По факту... Ничего не изменилось. То есть, есть негативный заряд. Эээ... Есть, грубо говоря... Эээ... Негативный стимул. Есть. Вот. Эээ... Ну, определенного рода негативный стимул. А вот. А этот ээ... негативный стимул, он... Ээээ... Ну, же... Идет на ваш... Вот. Эээ... И вы его выплескиваете. А вот. Мы его вып... Вы... Выплескиваем. А вот. Поэтому я полагаю, что здесь, конечно, всё не так просто, у вас сложилась определённая модель поведения, вот, и эту модель поведения вы и продвигаете. Эту модель поведения нужно успел развивать. Естественно, если вы хотите. Я очень боюсь за это, потому что ощущения с такими дэпами здесь, я его в скором времени убью. Я очень сильно этого боюсь, помогите с советом. Эм, совет здесь может исходить только из того, что вы пишете раньше, всегда хотел ребёнка, думал от всего отвлекусь и уйду полностью в ребёнка. Вот в этом и заключается основной момент. Полностью уйду от всего. У вас нет своей цели. У вас нет своих, эм, ну, своих желаний. У вас нет своих устремлений, нет своих интересов. Вот. И отсюда грейся. Отсюда грейся. Почему так болезненно воспринимаете, э, ссоры, например? Почему так вы болезненно воспринимаете уколы? Потому что не уверены в себе. Вот. А почему так? Потому что не на что опереться. Вот. Не на что опереться. Так что, здесь, здесь, всё совершенно однозначно выглядит, на мой взгляд. Совершенно однозначно. Исходительно из того, что вы хотели, для чего вы хотели ребёнка. Вот. Вот. Понимаете? Что вы от него ожидали, какие вы складывали в него желания. Вот. И так далее. Понимаете? Потому что ребёнка как такового вы не воспринимали. Вы хотели в него уйти полностью. То есть идеализировали его. Вот. А идеализация это и есть искусственное наполнение человека определённым значением. Вот. Которое к нему, вот именно к нему, к самому человеку, отношения вообще не имеет. Вот. И чтобы вам быть хорошей мамой, да? Чтобы не притянить перед ребёнку. Вот. Нужно, чтобы вы были, ну, чтобы вы находились в гармонии с собой. Вот. А до этого нужна работа. Ну, работа над собой и над тем, что вы хотите, что вам нужно, над тем, какие у вас проблемы сейчас. Вот. Вот так. Вот так. Так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете мой ответ лучшим. Если у вас задались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. За одну консультацию, естественно, за одну консультацию решить такого рода сложную многоуровневую проблему нельзя, но вы молоды. И поэтому это не так сложно сделать. Я бы даже сказал, что из-за того, что от вас зависит ребёнок сейчас, вот, вам нельзя тянуть. Вам нельзя тянуть. Вам нельзя откладывать на потом решение своей проблемы. Потому что ребёнок, он реально сейчас получает очень негативное воздействие, которое потом скажется на все его жизни. Вот. И я не думаю, что это хорошо. Не думаю, что это правильно. Не думаю, что это то, чего вы хотите. Вот. Поэтому, чем быстрее вы освободитесь от своих каких-то вот трудностей, да, чем быстрее вы освободитесь от своих проблем, тем лучше вы сможете быть для него мамой, мамой. Вот. Ну и свои проблемы нужно решить чисто для себя. На этом всё. Я вам желаю всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok